У нас с Юрием важная миссия. Руководство уполномочило нас проверить, насколько у вас здоровое чувство юмора. Тогда давайте подготовимся к смехосмотру. Серьезное дело, между прочим, поэтому, внимание, подготовка будет такая. Сейчас я опущу руку и все смеемся. Все поняли задание, да? Готовы? Два человека готовы, что ли, только? Все, поехали. И... Фальстарт спокойно. Поехали! О, прямо какой-то многоржачий тут. Хорошо. Что-то первые ряды, по-моему, слабее смеются. А там какой-то заворот-смешок. Так, давайте еще раз, ребята. Если мы так до утра будем делать... И раз, поехали! Молодцы, молодцы, молодцы. Итак, у нас очень простой будет смехосмотр. Мы будем читать свои шутки. Если вы будете смеяться, значит, все, смехосмотр прошли. Готовы? Методика авторская. Все шутки написали мы сами. Итак, начинаем смехосмотр. Закон шашлыков. Не успеешь сто раз сказать «чевапчичи», как все уже напились. Хорошо, хорошо. У российских футболистов в крови нашли похмельдоний. Елена Малышева в аквапарке скатывается по трубе. Подождите, подождите. Рано, рано. Фальстарт. На выходе из трубы говорит в камеру. Как вы поняли, тема сегодняшней передачи – работа кишечника. Вот, хорошо, хорошо. Идет терапия. Давай, Анатолий. Дочь Хиллари Клинтон беременна. Хиллари утверждает, что это тоже сделали русские хакеры. Старейшему жителю России исполнилось 125 лет. На вопрос, в чем секрет долгожительства, он ответил. Ипотека. Банк не дает помереть, пока не рассчитались. Оля, зачем ты делаешь селфи с шоколадкой? А че ж я тогда сожрала? Хорошо, хорошо, хорошо. Мужики, я себе сделал пластическую операцию. Ты че, дурак? Нет, не дурак. Я теперь дура. Новости науки. Впервые открыты частицы, превышающие скорость света. Это губернаторы, которые после прямой линии с президентом помчались пострадавшим. Я понял, а вот для того, чтобы у нас в стране все было хорошо, нужно прямую линию с президентом проводить каждый день. И через полгода, я гарантирую, у нас будет самая процветающая страна в мире. Был еще один звонок, его в эфире не показали. Звонила одна дама, жаловалась президенту, что ее муж не исполняет супружеские обязанности. Тут же примчался губернатор, помог. Теперь внимание, сейчас такой умничок. Мой муж сошел с ума, каждый вечер снимает носки. Ну это нормально. О, если б так думали прохожие, у которых он их снимает. Капитан кричит матросу. Человек за бортом, срочно круг, матрос. Владимирский Централ, ветер северный. Нововведение. Теперь при звонке в полицию с вами разговаривает автоответчик. Если вас бьют, наберите один. Если обманули мошенники, наберите два. Если отобрали мобильник, наберите три на мобильнике. И так вы набрали цифру один. Если вас бьют сильно, наберите два. Если бьют ногами, наберите 348, 47, 15, добавившись 225, 527, 395. Если вы потеряли сознание, нажмите звездочку. Продолжаем терапию. Автонавигатор говорит женским голосом. Через 100 метров поверните налево. В Дагестане женщина не может так разговаривать с мужчиной. Поэтому дагестанские навигаторы разговаривают так. Я, конечно, очень извиняюсь. Кто я такой, чтобы тебе советовать? Ты самый лучший, самый умный. Ты просто муа, какой водитель. Но если ты устал 4 часа кружить, вот это туда-сюда по кругу, и хочешь доехать уже в этот чертовый автосервис, «Чуть-чуть поверни налево». А навигатор в женской машине говорит всего одну фразу мужским голосом. «Куда поехали? Быстро вышел из машины, пошла куча творить». Молодцы! Минсоцтруда объявила, что с нового года пенсии поднимутся до 100 тысяч рублей, а возраст выхода на пенсию поднимется до 150 лет. Ну что, у вас здоровое чувство юмора? И это здорово!